Всем привет, это Сафронов, и тут небольшой будет ролик такой, ну, как всегда я планирую, а потом растягиваю на 38 часов, но ладно, ладно. Тут ролик про фикс прайс, в прошлый раз вам понравилось, что я набрал всякое не тематическое, ну, как бы, в один из прошлых роликов, всякое, всё подряд, и сегодня будет тоже несколько штуковин, которые просто зашёл, думаю, это у меня ещё не было, возьму, 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 точнее, может быть, что-то было, но не в том формате. Ну и начнём мы, пожалуй, с игрушки, и вы знаете, внезапно для меня мягкая игрушка в фикс прайсе, мягкая такая, мягенькая игрушка в фикс прайсе, она классная такая, мягкая игрушка за 99 рублей, смотрите, это типа элитный товар за 99 рублей, это зелёненький, зелёненький такой вот у нас, вот зелёненький, мягкая игрушка, ну, понятно, фикс прайс за 99 рублей, и сразу мы видим вылосы, Единственное, что вот она не особо сильно, ну, чуть-чуть есть, но если дёргать из любой игрушки, можно рвать всяких волос. Ну, вот тут вот, разве что вылаз какой-то небольшой есть, но это не такая уж большая проблема, потому что, ну, 99 рублей для мягкой игрушки, в принципе, недорого, тем более крупный такой. Вы знаете, бренды, хорошие производители, они обычно берут больше. Правда, вот здесь у нас получается, смотрите, какая-то плешина. Такой плешивый у нас зелёный. А вот мягкая игрушка, 20 сантиметров, состав плестер, а кто это такое, интересно? Не очень я разбираюсь в этих составах, но Хафлойбер. Первый раз я что-то вижу, ну, серьёзно, просто, может быть, не встречался. Я с этим описанием что-то такое, надо загуглить, потом будет. Интересно. Хафлойбер, просто мелко, из-за камеры плохо видно. Вам, наверное, видно лучше, что там написано. Давайте я вам покажу, что это. Вот, а вы уже сами разберётесь. Ну, полиэстро-то понятно. А вот этот вот чувак, второй, это я не знаю кто. Что тут можно стирать, не гладить? Нет, только ручная стирка, в машинке нельзя. И детям от нуля до трёх лет тоже не рекомендуется. Мягкая игрушка. Всё такое, всё понятно. Тут ещё даже две карты мягкой игрушками. Они решили, так, мягкая игрушка, мягкая игрушка, чтобы вы понимали. Так, ну, это фикс прайс, и поэтому у нас особенности есть у него. Вообще, это лягушонок. Но благодаря непревзойдённой, непревзойдённому качеству игрушек, он превратился практически, можно сказать, маскотом будущего, наверное, для канала. Потому что, ну, мне так нравится, я его буду везде пихать, теперь показывать вам, потому что... Встречайся! Это лягушонок из фикс прайса. Здрасте, друзья мои! Привет, дружок! Хочешь ночных кошмаров? О, боже, да? Смотрите, какой красавчик получился, а? Какой милаха. Это не просто вам, друзья мои, скажу. Это такой парень, всем парням парень. Посмотрите, какие глазки чудесные. Бантик дополняет его. Такая широчённая улыбка его, а? И тут у нас плешка, и тут у нас плешка, и тут плешка. Но главное, глазки, они никак не выравниваются, нет. Нельзя их поставить ровно или что-то ещё. Вот так всегда будет такое, вот. С другой стороны, это учит детей. Знаете, возможно, эта игрушка изначально рассчитана на то, чтобы ребёнок привыкал, что люди бывают тоже разные. Что не все бывают так красивые, и не у всех ровные формы, ну, одинаковые формы лица и так далее. Чтобы вот он смотрел на неё и понимал, что жизнь, она ко всем по-разному относится. И некоторые выглядят так, в том числе и мягкие игрушки. Вот вы не найдёте ни за что на качественную игрушку настоящую вы не найдёте вот таким вот, с таким вот выражением лица. Серьёзно. Я её вот везде теперь, в обзорах на Фикс Прайс, он будет, наверное, комментировать. Вместо, знаете, у этого, ну, всяких этих дичь-контента, всякий трэшак этот, как они, познаватель, да, и всякие вот эти вот там, Тимон и так далее. Там у него, правда, сейчас хорёк какой-то, ну, или скунсы, или кто-то, сурикат, да. Но у меня будет вот это, вот у них жилейные медведи, а у меня безумный, раскоряченный кермет-легушонок. Не знаю название, придумайте ему имя какое-нибудь. Только не кермет, потому что я его уже назвал, да, придумайте. И не Валера, пожалуйста. Ну, какое у него имя ему, давайте. Это первая игрушка. Вторая будет обычная. Просто я привык к радуге, ну, которая вот, вот, вот она, радуга. Но только это квадратная. Просто она стоила, причём, 25,5 рублей, это вот эта. И круглую я видел, а квадратную ещё нет. Просто захотел себе взять. Не столько для обзоров, сколько просто себе так. Ой, склеена, как хорошо. Надо её немножечко вот так. Вот так, готово. Квадратная. И это здорово. Интересно, и можно формы с ней делать. Потому что, ну, правда, в ней маловато деталей. Ну, зато можно что-то прикольное делать с ней. Не знаю, что. По лестнице она будет, ну, наверное, будет пластиковая, не металлическая. Потому что бывают ещё такие металлические. Это пластиковая. Ну, за 25 рублей. Потому что за полтос, конечно, много. А за 25 рублей квадратная радуга необычная. Пружинка. Вот как называется. Пружинка цвета радуги. Правда, жалко, нет других каких-то нормальных цветов. А может и есть в моём фикс-прайсе не было. Пишите, кстати, в комментах, были ли в ваших фиксах там других цветов. Но вот я видел только вот этого радужного цвета. Сейчас ведь за радугу можно получить, если вы не девочка. Сейчас скажут, что это радужный у тебя. Раньше нормально, все играли и никаких проблем не было. А сейчас с этими новыми пропагандистскими всякими этими вещами. Сейчас типа скажут. Принесёшь в школу и потом получишь какой-нибудь выговор за пропаганду. Радужного цвета. Вообще не знаю, как так получилось, что радугу теперь-то у нас... Печаль, короче. Ладно, неважно. Ну вот такая. Мне нравятся вот такие вот формы. Прикольно выглядит. Вот так. Так что такая залипала, конечно. Недорого взять и поиграться, и потерять, и забыть. И в дорогу можно. Она, в принципе, компактная. Если большие обычные пружинки, они довольно большие. И как бы могут запутаться, ещё что-то. То это... Ну, она тоже, наверное, может запутаться. Сейчас посмотрим. Как-нибудь запутаю её. Не получается. Вот видите. Хочется, а не получается. Вот. Так что можно взять её даже кинуть куда-нибудь в рюкзак, в портфель. И просто поиграться на столе, поставить рядом с компом. Такой сидишь, что-нибудь такое. Позалипал в неё, вместо того, чтобы на монитор смотреть. Не знаю, насколько это лучше будет. Какие-то есть трюки с ней. Но это я не знаю. Про это я не в курсе. Ну, в общем, с пружинкой и керметом, я думаю, мы это, разобрались. Да? Всё вроде понятно, да? Я ж не помню, на каком моменте я остановился. Мне просто позвонили опять. Вот. Но я хотел ещё показать одну шикарную вещь. Мне не понравилось, что она идеальная вещь из Афикс Пресса. 99 рублей стоит и стоит на это потратить. Свои деньги, наверное, это... Вот по звуку, что это? Ну, вы видели, наверное, по описанию и по превью. Короче, это микрофон. Это микрофон за 99 рублей. Это просто творчество. Это истинный микрофон, настоящий самый. Тот, который вы хотели всегда, но боялись о чём-то спросить. В общем, что у нас тут? У нас тут 99 рублей. То есть, это люкс игрушки из Афикс Прайса. Игрушка... Микрофон с эффектом эхо и светом. Спойли, скажи что-нибудь в этот микрофон, и он сам добавит к твоему голосу ничтожности. Нет, эффект эхо. Так вот, тут нарисована девочка такая, в огромных как будто наушниках нарисованных. И она с этим микрофоном. Я не уверен, что изначально в её руке было это, скорее всего. Возможно, мороженое, возможно, что-то другое. Они просто зафотошопили её. Ну, я имею в виду, как будто она не держит... Посмотрите, он больше по размеру, чем она держит микрофон. Он как будто другой микрофон, а не просто... Ну, тут ничего такого нет. Просто фотошоп неудачный, мне кажется. Вот. Значит, эффект эхо. Тут везде эффект эхо, эффект эхо. И бубенчик. Так, эффект эхо и бубенчиков здесь будет. Ну, слышите, новогодника. Dingle Biles, dingle Biles. Вот такой микрофон. Достаем 99 рублей. У меня сейчас кошки реагировали на это, потому что триггер для них нереально. Смотрите, там шерик с колокольчиком. Это что? Это, ребята, ты играешь в певца и в корову, у которой на шее висит колокольчик. Я не знаю, пытаешься петь и отбиваться от когтей кота. Ну, что, ты всегда предупреждаешь людей, что входишь с этим микрофоном в комнату, чтобы они прятались за диван? Что происходит в этот момент? Не знаю. Торчит замечательно. Это типа провод такой, смотрите, сделан. Вот как будто он торчит. Как будто живой. Я вначале думал, как это глист. Нет, это провод типа микрофона. Есть, значит, такие вот наклеечки пластиковые. Микрофон написано, чтобы мы не забыли, что это микрофон, а не что-то другое. Потому что, если честно, не сразу так прям понятно, что это прям 100% микрофон. Похоже на, ну, непонятно на что. Тем более, когда это звенит. Официант! Официант! Я не знаю, в каком кафе нужно звенеть колокольчик, чтобы пришел официант. Ну, или нет, это, знаете, у каких-нибудь показывают в фильмах у лордов там колокольчик, чтобы вызвать горночную, потому что они ходить сами ленятся или не могут, или не хотят, или не важно. Вот такой вот красный, в общем, микрофон. Есть, по-моему, разных расцветок, насколько я понимаю. А, там синий, красный, разных двух, может быть, трех. Так, и... Как-то мы должны открутить это что-то. Как-то мы его должны включить. А, просто вот так, я понял. Вот этот мячик, кстати, его можно просто отдать сразу кошкам. Но я его оставлю, он раздражающий, это хорошо. И вот здесь... А, у меня уже вынут. Надеюсь, батарейки работают. Тут вон, три батареечки маленькие такие, и мы, значит, вот так вот это... Подождите, нужно же, как нас учат. И включаем. Вот это эффект. Лампочка. Дискотека. А вот сюда мы должны насыпать что-нибудь и пытаться съесть. Нет, сюда мы должны петь. Ну, попробую сейчас. Подождите. Раз, два, три. О-о-о, эффект эхо. Но, вы знаете, у меня есть впечатление, что он создается не через какую-то штуковину электронную. Выключаем, ну-ка. Три, два, раз. Раз, два, три. А, а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Когда мы сюда говорим... Так, как бы вам показать. Там, короче, стоит мембрана просто. и на пружинки за счет того что это мембрана звук отражается пружинка вибрирует из-за этого у нас получается такой вот звук эхо а что если мы споем а что мы споем я даже не за что можно это эффект пение что ли я не понимаю или какой-нибудь рэпчик зачитать бэнг 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 я разве что сафронов сдай если что как какой-то призрачной песни петь типа я не придумал песни они одели очень кузнечик совсем как огуречек зелененький он был это странно зато можно делать так такой звук это знаете battle выйти на рэп battle с таким йоу чики дау о и слышали чеха было ребята ставьте лайки надеюсь у вас сейчас там не огонь не оглох шару про практически микрофон в на камере который в на камере да ну короче мячик этот можно убрать чтобы не выглядеть странно микрофон честное слово странная штуковина вот честно можно стаканчик можно в банку в какую-нибудь можно пакет просто напейте может в эту коробку я не знаю может эффект эхо можно тоже сказать в коробку попил можно в пружинку смотрите это раз пружинкой микрофона вот прекрасно можно в лягушонка давайте в голову ему прекрасно спели в миг в лягушонка примерно такой же эффект эй друзья эй йоу йоу это рэпчик братан это рэпчик вот так в общем для всех рэперов друзья начинающих вот это мне кажется отличная вещь да да пожалуй на этом пожалуй на этом все заканчивать а то я еще чё-нибудь вам зачитаю и это оружейный барон какой там рэп был я забыл уже вот все нет на этом надо наверное хватит достаточно достаточно пение ставьте лайки если хотите еще концерт хотите концерт стендап можем такой стендап стендап с эхом назовем его так и назовем вот такой эффект вы будете слышать не это только вы по ходу слышать а возможно вам просто слышно очень странно говорить в эту штуковину если честно очень странная вещь она еще моргает короче какая-то ерунда за 99 рублей но я с него весьма долго сейчас играл так что может быть это даже и весело на это все пока пока